Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 20 января. И вот сегодня я снимала видео о подготовке тары, о подготовке грунта. И когда пошла загружать на канал YouTube, ну так, пролистала комментарии и снова увидела один и тот же вопрос, который очень часто попадается, который интересует всех. Вот свои домашние семена, приготовленные своими руками, нужно ли их протравливать? Потому что у многих создается впечатление, что если мы сделали семена сами, что они... вот Иван Иванов спросил, что даже ваши надо в перекиси обязательно протравливать, они же у вас домашние. Я сейчас еще раз расскажу свое мнение о своих домашних семенах, о необходимости их протравливания или о ненужности протравливания. Что думаю на этот счет я? Вот смотрите, я свои семена отдельно уже не протравливаю несколько лет, потому что я сею сухими семенами. Но мне это просто неудобно. Я уже рассказывала, много сортов, вот нынче будет 400 сортов, это представьте, 400 отдельных стаканчиков. Каждый стаканчик подписывать. Ну и не в этом даже дело, но не стоит. Я когда начала сеять сухими семенами, это очень ускоряет и все. И я никакой сильно опасности от своих семян не вижу, но вы тут должны понимать. Ведь они, семена, попадают в какой-то грунт, в какую-то среду. И если бы вы их замочили на ватном тампоне в стерильных условиях, то возможно и ничего бы не было. Но мы не можем дать гарантию в микробиологическом благополучии грунта, даже когда мы его протравливаем. Поэтому какие-то меры предосторожности, даже со своими домашними семенами, люди все равно предпринимают. Я вот уже рассказывала, многие сейчас видят, я выложила посев перца, как я делаю. Я уже не землю свою не протравливаю, потому что я использую ее первый раз. И до этого никто там ничего не выращивал. И семена отдельно не протравливаю, вот такими жесточайшими методами. Уже не марганцовкой никакой не замачиваю. Даже вот в этой перекиси, хоть это не очень безопасно, многие в кислотах каких-то замачивают, ничего не делаю. Но укладывая в бороздки вот этот слой, куда помещается семечко, вот эту бороздку, я все-таки проливаю фунгицидом. Он все-таки, ну и он считается как протравливатель. Он и протравливатель, и стимулятор, он два в одном. Он и протравливает грунт семена, убивает патологические вот эти вот бактерии, будущие заболевания, и стимулирует семечко. И вот я нашла вот этот выход из, ну такое решение своеобразное, что я не протравливаю землю, не протравливаю семена, укладываю в мокрую, смоченную вот этим вот препаратом, и сверху их тоже немножко поливаю. Но я тут убиваю сразу двух зайцев. Они, во-первых, и во влажной среде, там стимулятор, там у нас биофунгицид, вот этот прикур, все. И если бы я, ну и так же магазинные семена делаю, отдельно уже ничего не протравливаю. Если бы я вот эти вот довушки не проливала для безопасности вот этим средством, возможно, я и протравливала бы семена, потому что, вы понимаете, мы не до конца иногда осознаем вот важность вот этой процедуры. Протравливая семена, мы не только убиваем на их поверхности всякие вот эти вот возможные, предполагаемые возбудители заболевания, но мы семени, так, ну короче, после этого семечка менее восприимчива к заболеваниям, и оно более жизнестойкое. Если даже где-то что-то в дальнейшем попадется там, оно не будет таким слабым перед вот этим заболеванием. И еще про протравливание хочу напомнить, раз уж мы начали про это, про протравливание. Протравливать, если вы протравливаете отдельно, нужно всегда перед всеми процедурами, перед стимуляцией, перед замачиванием. Самое первое, что мы делаем с семенами, это протравливаем, а потом уже все остальное. Но видите, это раньше мы делали по такой схеме, сейчас я уже говорила, сейчас столько много препаратов в помощь, вот в помощь нам в предпоседной обработке появилось, что отдельно уже можно ничего не протравливать, можно просто даже посеять все это, можно просто полить вот таким средством, которое обезопасит нас от заболеваний, простимулирует семена. И тут уже не имеет значения, домашние они или магазинные они. Я вот сейчас, когда беру из магазина, для разведения нового сорта какого-то, ну вот, например, мне посоветовали, ой, это очень хороший сорт, и для того, чтобы мне начать его разводить, я же сама их не вывожу, я не занимаюсь вот с кисточками, не хожу там ничего, не изобретаю нового. Я, конечно, беру в магазине. И я отношусь к ним так же, как к своим семенам, что свои я укладываю в пролитые привикуром бороздки, что магазинные. И вот, является ли это то, что я протравливаю семена свои или нет, я не знаю. Я считаю, что это, конечно, все равно является протравливанием, но именно с самими семенами отдельно я не работаю. Я лью на землю в бороздку, потом их укладываю в эту жижку, и сверху эту бороздку еще раз поливаю. То есть тут двояко. Можно сказать, что я семена свои не протравливаю, но можно сказать, что они у меня все-таки получаются протравленные. Вот не знаю, как ответить на вопрос Ивана Иванова. Я склоняюсь все-таки к тому, что для того, чтобы не было разочарования, для того, чтобы вы потом не грешили, что у нас плохое было, или грунт, или семена, все-таки перед посевами, предпосевная обработка семян, она нужна, чтобы обезопасить себя, чтобы, как еще раз повторюсь, уберечь от разочарования. Обрабатывать семена, конечно, нужно. А будете делать вы, с ними вот эту процедуру проводить отдельно в каком-то стаканчике, или уже во время посева, то сейчас это уже не имеет никакого значения. Это зависит только от того средства, от того препарата, которое вы выберете. Конечно, если вы выберете крутой раствор мальганцовки, то в бороздках вы не сможете протравить семена. Это нужно делать отдельно протравить, потом промыть, потом уже уложить. А вот эти средства последнего поколения, они позволяют делать все это одновременно. Все, до свидания. Это еще вот одна маленькая-маленькая мелочь, которая, может быть, кому-то поможет решить, чем пользоваться, протравливать или не протравливать, и что делать вообще с семенами. Это сложно. Вот если начинать говорить про протравливание, это можно разговаривать бесконечно. Кому-то нравятся одни средства, кому-то другие. Кто-то ярый противник вот этой мальганцовки и всего это. Кто-то говорит, что перекись, она вообще не помогает. Но это, короче, сколько огородников, столько и мнений. До свидания. И протравливать или нет свои семена, тоже все думают по-разному. Но все-таки надо что-то сделать, чтобы быть спокойными. До свидания.